я тебя научу ответ я тебя научу как правильно отвечать отвечать нужно так цепляться мы же не будем цепляться не будем цепляться за ролики нет не будем смотри не будем не будем я на гербе нарисован курица смотри какая штука нужно говорить так я не помню конкретно в чем луганский врет но такое ощущение что врет постоянно это бинго так работает у вас вы даже свои гвозди не производить а ты в курсе что западом у россии был раньше советском союзе был железный занавес не было ничего вот и все дешевле а что же это было все если ничего не осталось где же посмотреть на это все а вот это вот один из самых популярных вот этих украинских блогерах да андрей луганский почему-то даже луганская да у тебя есть свеча свеча защиты есть переда передали тебе свечу защиты вы опять свою ерунду для своих да подожди ерунду как ты воюешь вы их антич и защиты ну смысле да не просто нет просто понимаете просто понимаете что что это что за свеча ну вот смотри если в перми передают рассказываю смотри свечу защиты передают защитникам вот свеча защиты в пакетике смотри тут написано милость отвечу отвечу но я тебе зачитаю ну свеча просто свеча свеча защиты церковная свеча милость сердца на войне соизволь оставить здесь изгони злых духов имея цели в голове зажги свечу в бою понял зажги свечу в бою не зная страху и пули не страшны своих мы не бросаем весила в правде и свечка в пакете вам передали такую свечку пацаны мне не передали а как ты собираешься воевать без свечи защиты а что же тебя будет защищать в бою прикинь бой а у тебя у нас у нас бог представляете у нас бог просто сердце понимаете в душе вот не то что вы вот вы интересно я за вас конкретно говорю да вы вообще вы такой честно говоря третийный человек порой вот ужас я сам довольно ужас прям кашмар да я не знаю вас когда-нибудь настигнет если если не люди вас хорошо это хорошего а за что а за что ну за что вашу деятельность да короче поделись как вы что какие помыслы что вы говорите что вы говорите людям что вы несете окей а что я говорю людям и какой посыл я несу какой посыл отвратительный вы на самом деле людей вводите в заблуждение большое насчет чего одно сите им свою удобную правду про свечу защиты какую правду как-то на политической обстановке про 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 политическую обстановку вашей стране про то для чего люди приходят сюда из россии допустим для чего люди приходят сюда из этого вы показываете вы специально показываете я конкретно смотрел смотрел в том году у меня терпения честно говоря не хватило людей которыми вы выкладываете беседы Ну, такие, честно говоря, беседы вы выкладываете Ну, с такими не салми Ну, так вот же, я же сейчас Смотри, я же сейчас вот с тобой говорю Ты же умный Так, вот смотри, ты же хороший пример россиян Ты же умный Ты можешь мне все объяснить, правильно? Да что вы, да что вы Да какой вы Ну, я сарказм это тоже понял Услышал с первого раза Но ты хотел мне Ты бы мне хотел бы Расскажи про Бога в сердце, Бога в душе Расскажи про это поподробнее, это интересно Я вам просто Не хочу я вам об этом рассказывать Вы просто понимаете А потому что Понимаете, вы отразильный человек Я не хочу вам ничем Аргументы, ты забыл про аргументы Вы пропавший Вы пропавший Человек Кошмар Никто мне не сказал, что я пропал Что видели вчера меня у моря Два рыбака в остроконечных шапках нашли меня лежащим на песке. И я им пел простуженное зябко на забытом языке. На каком море? У вас откуда море? Смотри, какая штука интересная. Про Бога в душе это очень даже интересная тема. А не считаешь ли ты, что Бог с теми, кто защищается? Мне не интересно с вами разговаривать. А, понятно, все, аргументы забыл. Это называется слив. Ну окей, так бывает. А можно интерес? Нет, стойте, стойте. Я вообще тут. Интерес можно вопрос? Ну давай. Вот вы как бы считаетесь одни, ну вот, я по крайней мере, ну вот в интернете, вот в чат-рулетке, вы один из самых таких образованных. Я тут самый главный в чат-рулетке. Ну, который в чат-рулетке поправится из собеседников, молодых папок. Вообще замечательно. На российской платформе. Молодец, ну конечно. Я знаком с создателями чат-рулетки. Пожалуйста. Вот у вас. Блин, замечательно. Они полностью поддерживают мою деятельность, кстати. Этот. Вы бы отскажите мне. Вот скажите, вы свой герб как называете? Герб? Герб? Называем герб? Который на микрофоне. Герб называем герб. Нет. Просто многие... Нет, просто некоторые у вас его призуб называют. Это правильно? Это в зависимости от того, как интерпретировать. Если сделать такое оружие, орудие, вот в виде такой вот вилки, замечательно насаживается двуглавая курица, мутант на нее. Отлично. В виде оружия. Замечательная штука. Да. А если исходить, например, там из ментальности, из ментальности, то можно здесь прочесть слово воля. Тут по-разному можно к этому... Мне нравится наш герб. Обалденный. Стилистический, просто идеальный. Никаких вообще вопросов. Там прям матрешка, там и матрешка можно прочитать. Да я вам про стилистику... Как ты тут прочтешь слово матрешка? Расскажи мне. Вот буква В, О, Л и Я. А матрешка как ты там прочтешь? Конечно. В смысле, что, конечно? Как ты там прочтешь слово матрешка? О, Т, Р... Да там вот можно все. Я понял. Прописью. Я понял. Тупо очень. Вообще ни разу, ни разу не походишь. Это как... Ну, орудие такое. Оружие, орудие. Вот откуда? Замечательно. Двуглавую курицу вот этого мутанта. Идеально просто, да. Протыкает насквозь. Где увидели двуглавую курицу? На вашем гербе. А где увидели двуглавую курицу? На вашем гербе. На твоем. Ничего себе. На нашем гербе двуглавый. На нашем... На нашем гербе двуглавый орел. Так что-то он слишком пощипанный такой какой-то. Орел. Орел у американцев красивый. Там такой орел. А здесь такое какое-то. Говно. Курица. Ну, я знаю. Бля... Даже в этом разговоре американцам подлизнули. Ну, Андрей, я от вас большего ожидал. Вам, значит, нужно... Смотри, если есть ко мне какие-то претензии, я часто... Ты хочешь что-то сказать? Скажи. Я хотел тебе задать интересный вопрос. Смотри, у меня вопроса... Вопроса два. Вопроса два. Смотри. Ты меня обвинил в каких-то манипуляциях и во лжи. Конкретно в чем Луганский врет? Конкретно в чем? Я говорю, мне не интересно. Я говорю с вами. Я тебя понял. И у меня к тебе... Хорошо. То есть, надо отвечать так. Я тебя научу. Я тебя научу, как правильно отвечать. Отвечать нужно так. Мы же не будем цепляться. Не будем цепляться за ролики. Нет, не будем. Смотри. Не будем. Не будем. У меня на гербе нарисован курица. Смотри, какая штука. Нужно говорить так. Я не помню конкретно, в чем Луганский врет, но такое ощущение, что врет постоянно. Это бинго. Так работает. У меня к тебе вопрос есть серьезного характера. Без сарказма, без всякого. Без смеха. За что ты воюешь? Все, я насправился. За свою страну. Что значит за людей, за свою страну? Что это означает? Ты воюешь на территории чужого государства. Ты оккупант. За что ты воюешь на территории другого государства? Нет. Нет, я сейчас нахожусь на территории Российской Федерации Луганской Народной Республики. Кто тебе такое сказал? Что Луганская Народная Республика территория Российской Федерации? Ну да. Кто так решил? Что, мне об этом сказал? Ну да. Да, понимаете, это общеизвестный факт. Подожди, ну смотри, когда немцы оккупировали Киев, они тоже считали это своей территорией. В сороковых годах, когда Киев был оккупирован, немцы тоже считали его своей территорией. А как там было по-другому? Почему? В чем отличие? Наверняка. Наверняка. А там референдум был? Где? В Судетах, например, был. И что? Где, где был? В Судетах. С чего началась Вторая мировая война? Да. Гитлер тоже объявил референдум и сказал, что это теперь территория Третьего Рейха, все это наша территория. Он тоже так считал. И что? Они Киев захватили. То есть, смотри, когда немцы оккупировали Киев, а подожди, Гитлер пришел к власти, он же ее не захватывал, а он пришел к власти на выборах. Его выбрали. Его партию выбрали. И как бы он получил власть на выборах демократическим путем. Ну да. Он демократическим путем. А каким? Демократические выборы были. 40-е годы были... Понимаете? Чем ты отличаешься от немца в 40-х годах, который находился в Киеве? Ты сейчас находишься на территории Украины, как и немцы в 40-х годах находились в Киеве. И ты оккупант, и он оккупант. В чем ваше отличие? Нет, почему? Мы не оккупанты. Так, в чем отличие твое? И немец говорит, мы не оккупанты. Да, во всем. Во всем. В моральных ценностях у нас, например, отличия. Какие у вас отличия в моральных ценностях? Какие? Боевых действий. Какие у вас отличия в моральных ценностях? У нас, например, в отличие от фашистской Германии, у нас многонациональный народ, который вместе и сплоченно воюет. Подожди. А у немцев были союзники? Они были расисты. У немцев были союзники. Ну, например, мой родной город и, например, там часть Украины оккупировала румынская армия. Румыны стояли. Ну и что? Тоже многонациональная часть оккупационной армии. Румыны стояли. И что? Что? В чем отличие ваше? В чем твое отличие от немецкого оккупанта? Какая разница? Румыны не были антисемитами. Антисемиты. Румыны не были антисемитами. А откуда вы знаете? А откуда вы знаете? Так я же прекрасно знаю историю своей страны. Я знаю, какие были последствия, на самом деле, не такие уж и печальные, как если бы, например, непосредственно немецкая бы армия оккупировала Одессу. А с румынами как-то так смогли договориться. Ты знаешь, от таких массовых чисток еврейского населения в Одессе во время Второй мировой войны как можно было бы ждать от немцев на оккупированной территории, где конкретно немцы находились. Такого не было. с румынами можно было договориться. Ты ничем не отличаешься от румына, который оккупировал территорию Украины. Вас это радует? Нет. Что меня радует? Да ничем ты не отличаешься. Найди 10 отличий. Ты такой же оккупант, как и немец, как и румын. И судьба тебя ждет такая же точно. Тебя ждет судьба такая же. Военные преступления. Знаешь ли ты, смотри, какая штука интересная. Знаешь ли ты, что военные преступления по международному праву не имеют срока давности? Это означает, что даже если тебе будет 90 лет, и ты будешь старый-старый дед при смерти, и тебя в итоге найдут, то ты будешь отвечать и не сможешь сказать, что уже за истечением срока давности какие уже ко мне претензии? Я старый дед. Нет. Найдут тебя, осудят и посадят. Военные преступления не имеют срока давности. Меня? А вас скажите, будут судить? У меня же какие преступления? Если так, ну за то, что вы пропагандируете, дискредитируете. Я пропагандирую здоровый образ жизни. Вы, получается... А дискредитирую я оккупантов. Ну разве это преступление? По-моему, это не преступление. А за что меня судить? Я же спрашиваю, претензии ко мне какие? Меня судить за что? Тебя за военные преступления. Без объявления войны. Напали на соседнее государство. Ты являешься членом преступного террористического объединения сегодня. Российская русская армия оккупационная. Ты будешь за это отвечать. А меня за что судить? Я в чем виноват? Какие я совершил преступления? Дискредитирую оккупантов? Вы такой болтун. Наградить меня надо за это. Вы такой болтун. За что меня судить? За какие преступления? Вы такой болтун, говорю. Если шутка, повторенная трижды, ты считаешь, что она становится в три раза смешнее, не становится, поверь. Это же не шутка. Это же констатирование факта. Констатация. Констатирование факта. Понял. В чем мое преступление? Мое преступление в чем? В чем мое преступление? Не, ну человек бы такой. В вас вообще я не знаю. Я тебя понял. Все. Ну, когда коснется этого, когда вы не будете на территории Украины проживать. Ладно, все, короче. Ты мне так и не смог, как и все предыдущие собеседники, которые воюют, так и не смог объяснить, за что ты воюешь. Это так интересно наблюдать, прямо в историческом разрезе. Попробуй объяснить еще раз, развернуто. Давай, давай по-срезному. Давай. По-срезному. Вот смотри, вот, допустим, с февраля месяца, вот я часто заходил, вот, в шатуретку, в шатуретку, в шатуретку, в Украине, да. Ну, ничего. И грубил с ними. Понятно все. Здарова. С тобой все понятно. Понятно все со мной. Ни один из собеседников, ни один из всех, с кем я общался, которые воюют, принимают участие в боевых действиях, не смогли объяснить, за что они воюют. Ни один. Почему? За свою страну. Ну, так ведь и оккупанты воюют тоже за свою страну, и немец воевал за свою страну, и румын воевал за свою страну. Ну, так типа, а в чем тогда ваша разница, ваше отличие? Если вам руководитель вашей страны говорит, вон та соседняя страна, наши интересы заключаются в том, чтобы ее захватить, поработить ее людей и захватить ее территорию и все ресурсы, которые там находятся. В этом наш интерес. Поэтому пойдемте воевать за интересы своей страны. Понятно. За что ты воюешь? За интересы своей страны. Окей. А в чем они заключаются? Разве реально интересы страны заключаются в том, чтобы оккупировать территорию соседнего государства? Разве интересы Советского Союза в свое время там интернациональный долг родине кстати интересно до всегда государство когда нужно что-то от человека вся называется родина интернациональный долг родине разве в этом были интересы советского союза послать ребят оккупировать часть афганистана весь афганистан гибнуть там за интересы родины в чем они эти призрачные интересы родины заключались чем сегодня заключается интересы россии в сирии Интересы России в Украине. Это интересы Путина. И вот перепутав два понятия. Интересы Родины, интересы страны и интересы Путина, как будто бы они-то все одно и то же. Вот в этом заблуждении они находятся и воюют сегодня за интересы Путина, думая, что воюют за интересы России. А интересы России заключаются в процветании этого государства и в процветании ее граждан, в правах и свободах этих граждан, в том, чтобы эти граждане жили хорошо, а не в том, чтобы они жили плохо или вообще умирали на территории соседнего государства при оккупации какой-то части земли. Вы путаете грешное с праведным, с богом в сердце еще, с двуглавой курицей полудохлой в сердце. Какой там бог? Откуда? Так, найдите здесь на экране что-то производства России, например. Интересно. Наверное, газ. Просто говорю, тут можно провести целый какой-то, не знаю, конкурс. Найди на стенде что-нибудь производства России. Наверняка газ, который вот... Ну, не факт, кстати. Не надо, не надо подсматривать. Не факт. Может быть, газ произведен в России. Это что? Чипсы. Как называются? Как называются? Лейс. Российские чипсы Лейс. Они же не российские. Да, производитель Московской области. Что еще? Ну, чипсы, понятно, да, чипсы. Картошку привезли из Египта, упаковку сделали в Европе где-то. Собрали на американских этих самых, на американских станках. Я египетскую картошку пробовал, а? Египетскую картошку? Да. Ну, я был в Египте. Хорошая вкусная картошка, кстати. Без вопросов вообще. А ты его в Египте пожаришь? Ты пробовал тонко пожарить египетскую картошку, а? Честно, нет, не пробовал. А, говоришь. Что еще из Р... А что еще? Посмотрите, у вас много всего. А что еще сделано в России из этого всего? Что еще? Вот. Что? Мясо. Мясо? Не, оно аргентинское. Это из Аргентины мясо. Ой, мама дорогая. Что еще? Ну, ничего. А из того, что на стенде что-то сделано в России? Да ну, понимаешь, оно все сделано у нас на Дерибасовской. У подвале. А лыбочки поцепляли. Ага. Какие вам нравятся. Ага, ага. На Дерибасовской, ага. На Дерибасовской, знаете, сколько стоит один квадратный метр арендовать помещение? Мама дорогая, никаких денег не хватит. Только одни седые нервы, чтобы на Дерибасовской что-то арендовать и там вот это делать. Гораздо проще на седьмом километре продать вот это вот все из Китая привезенное. Дерибасовская, да ну, не заниматься такими глупостями, я вас уверяю. Так что еще из этого всего произведено в Великой России, которая встала с колен и теперь производит буквально все. Обгоняет просто санкции семимильными шагами. Почему ничего из этого всего не произведено в России, как вы думаете? Ага, вопрос какой, да? На засыпку. А что на засыпку? Давайте, как есть. Зачем это производить в России, если у него китайская, можно взять дешевле. Это значит, что вы зависимы от производства. А если завтра у вас не будет денег, или Китай скажет, ой, нет, тут Син Цзиньпинь, великий товарищ, его избрали на третий срок, отказался от сотрудничества. Что вы будете делать? Вы даже свои гвозди не производите. А ты в курсе? А ты в курсе, что с западом у России был раньше, в Советском Союзе был железный занавес? Не было ничего. А в России все было. И все было в 10 раз дешевле. А что же это было все, если ничего не осталось? Где же посмотреть на это все? Что за вранье? Когда писали в букварях, в советских букварях, в России писали, Папа принес с работы молоток и гвозди. Почему папа в магазине не купил молоток и гвозди? А мама в букваре писала, что мама моет рабу. А сейчас в украинских букварях папа принес с работы гвозди, а мама пришел и принес вторые гвозди. Ой, боже, какая у вас ужасная шутка юмора. Явно вы ни разу в Одессе не были. Это горькая правда жизни. Да явно вы ни разу в Одессе не были. В Украине приняли закон об однополых браках. Где вам испортили так чувство юмора? Боже мой. Какое чувство юмора? Я не знаю. Мне кажется, просто если свернуть туда и повернуть на привоз, то там есть ряды, где продают живых курей. Там можно купить петуха. И даже он не будет так шутить плохо, как вы. У него хотя бы будет какая-то одесская шутка юмора. Хоть в чем-то. Он сделает так. И уже будет смешно. Где вы испортили так свое чувство юмора? Вы что? Нельзя слушать таких не смешных сатириков. Я сегодня почитал указ президента Украины. Да вы что? Теперь да. Теперь меня как-то... Понятно. Знаете, какая смешная штука получается? Ваше величие, величие ваше, нечем подтвердить. Вот он мне на какой стороне. Да. Смотрите, какая штука. Нечем подтвердить ваше величие. Ну, нечем. А телефон у вас, с которого вы сейчас со мной сидите, тоже небось не российский? Конечно, не российский. Мадель Украина написана. Украина. А что же у вас российского вокруг, кроме зубов? А зубы у меня польские. Зубовный мама сквальский. Я понял. У вас и тех-то нету. Понятно. Не надо. Все. Какие-то ко мне вопросы. В принципе, вот и все величие России, которое можно лицезреть на этом кадре. Вот полностью все. Включая людей производства России. Брат, отец. Люди ваше, люди ваше лучшее богатство. А знаете, как раньше... Нет, наше богатство я звук, он по всему миру. Понимаете? Я вас понял, да. Знаете, как раньше проверяли рабов? Вот когда еще был рабовладический строй? Хочется, тебе хочется опозорить Россию, но ты на российском языке разговариваешь. Что ее позорить, когда вот она, вот вы же ее позорите. Знаете, как раньше, когда было... Чего ты позорный такой по российскому языку разговариваешь? Ну давайте спілкуватися с украинской. Жодных проблем. Сто тысяч раз уже сказал. Я вам хотел... Я не знаю, что вы понимаете, мама дорогая. Так, запитание до вас есть. Запитание до вас есть. Запитание до вас есть. От ранее, когда еще были рабы, когда купили, продавали рабов, когда люди продавали... О, мамочка дорогая, тебя тогда еще не планировали даже твоих родителей. Да, это я понял. Сколько вам лет? 83. 83, ага. Ну, ты десь 43, я так понимаю. Верно? Максимум, что могу дать, максимум. Это, ну, может, 50. Десь так. От, якщо б ранее, когда рабов продавали, куповали, якщо б такую людину, такую людину, как вы, вот такую людину торговали, как вы думаете, на что б подивились, когда купуют раба? На что дивились ранее? Они же не знают, что у вас есть какие-то болячки, или нет, или качественный раб, или не качественный раб. Как раньше люди, ну, тих, кто был властниками рабов, как они выбрали людей? А если вы были рабом, типа, вот это... А что насилие, я буду знать, как покупали рабов? Ты покупал... Так это же не важко зрозуміти. История ж збереглась. Да, ну, да, история... Черное море выкопали, уральские горы насыпали, да, историю мы писали, цифали. Чуете, чуете? Вони ж рабов брали, как и коньяк. Так же самое. Вот у меня один плюс. Я в рабы не пойду, а тебе, Олянь, смотри, за как по первое число возьму. Тобто, я что хочу сказать, что хотел бы сказать, что даже, кроме того, что ничего не сделано поруч с вами, и на стенде на этом, ничего не сделано в России, ничего совсем, ничего. То даже, если мы говорим про людский ресурс, то даже люди, какие-то, знаете, ну, не очень качественные. Так выходит. А что сделано в Украине? Ну, построили в Украине. Всем Украина может гордиться. Новым мостом, новым городом, новой станцией метро. Всем. Украинцами.